Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Не спали А какие ошибки вы допустили в прошлый раз? Мы как-то сразу не посчитали, что это все наши деньги Но вот это точно наши деньги Я вам предупреждаю, я говорю, 40 миллионов в деньге ваши Подойдите, потрогайте, а вы как-то так вот Вы это... Можно, да, потрогайте? Теперь можно, ну потрогайте, 10 миллионов в деньге, это ваши деньги Все скоро заберем А я вам напомню правила Отвечая на вопросы, вы должны будете распределить все деньги на этих люках Так, чтобы один всегда оставался свободным Уважаемые телезрители, хотите сыграть вместе с нами? Прямо сейчас вы можете начать смс-игру с шоу 40 миллионов в деньге Для этого отправьте смс-сообщение с текстом «Старт» на короткий номер 8030 Зарегистрируйтесь и участвуйте в викторине параллельно с нашими участниками в студии Желаю удачи С каждой ребят мы начинаем шоу 40 миллионов в деньге Раз, два, три, категории Музыка Флаги Что считаешь? Интереснее, наверное, будут флаги Я согласен с сыном, давай флаги выбираем Давайте посмотрим, давайте, категория флаги Флаги И четыре интересных варианта ответа Желтый Зеленый Фиолетовый Черный Интересный Уже интересно, не так ли? Ну и вопрос Какой цвет практически не встречается ни на одном государственном флаге мира? Так, наверное, фиолетовый Я согласен с тобой, потому что золото встречается Да, желтый Зеленый встречается Черный встречается Фиолетовый ставь все Какой цвет практически не встречается? Фиолетовый Как? Знаем всю сумму? Да Желтый Желтый я знаю Зеленый я знаю Черный тоже знаю Фиолетовый Ва-банк Ва-банк Я могу остановить время? Да Да Итак, мы останавливаем таймер Скажите, на флаге каких стран вы видели цвета? Цвета Черный, зеленый, желтый Вспомните? Ну, желтый Вспания Зеленая Австралия Черная На немецком флаге Достаточно А фиолетовый? Фиолетовый даже вспомнить не могу Ну, что же Проверим вашу память Фиолетовый даже страну не могу вспомнить Не, ну Нет, однозначно фиолетовый Уверен, ну, да Ты вспомнил, в детстве я постоянно рассматривал кошки Да, да, да Я вот тоже Даже в памяти ни одной страны не могу Я вас поздравляю Забирайте ваши деньги Итак, пять вопросов впереди И все те же Десять миллионов в тенге Если говорить о предыдущем вопросе Вот цвета желтый и зеленый Отличаются на флаге Бразилии Я знаю, что вы увлекаетесь футболом Скажите об этом увлечении Как бы сейчас, конечно, уже сам там не играю Это было в детстве давным-давно А так Как все нужно для футбола Телевизор, пиво Что-то пожевать Вот таким образом А за кого болеете? За итальянцев За итальянцев А папа? У нас в семье все разделилось отдельно Если у меня старший сын за французов болеет, он за итальянцев Я болею за Аргентину Давайте перейдем к следующему вопросу И вновь две категории на выбор Бизнес и астрономия Так, ну да Ну мне ближе астрономия Да? Ну Мне ближе Ну, наверное, давай астрономию Бизнес Там еще не известно, что выпадет Ну, в этот раз мы полагаемся на выбор Туребека Да Итак, категория астрономия И четыре варианта ответа Венера Марс Сатурн Юпитер Родка самая дальняя Юпитер Что вам ближе Расположение планет Вопрос Какая планета выглядит самой яркой на утреннем небе За что и получила название Люцифер, несущая свет Вообще, насколько я знаю, самая планета, это Венера Я тоже знаю Согласен? Согласен Мы идем в банк В ночь Мы осматриваем таймер Да Мы осматриваем таймер Второй раз Туребек и Аскар Выбирают опасную тактику Они ставят все свои деньги А это без малого Десять миллионов тенге На один люк Причем вам хотело Одну секунду ровно Чтобы перенести эти деньги На этот люк Вы настолько уверены в этом ответе Да В этой категории Ну что же Давайте проверим Куда приведет вас Ваша уверенность На этот раз Напомню, что на кону Десять миллионов тенге Ветер, не Марс, нет Венера Всегда Венеру мы видим Самая первая Самая яркая Она именно утренняя звезда Все нормально Вроде уверена Нервничает Подожди, подожди Еще есть виписер Нормально Это тоже яркая планета Яркая Но не ярче Венеры Итак Юпитер или Венера Все или ничего Это открывается Это остается нам Нервничает Музыка Куда едем? Поздравляю Заверите ваши деньги На самом деле Венера Завершенная тактика Да Успешный ва-банк А у вас впереди Четыре вопроса И десять миллионов тенге Я вам должен сказать Что правила нашей игры Немножечко меняются Вас ждет пятый вопрос И ответов теперь будет Только три И разложить деньги Вы сможете только На два люка Один должен оставаться Всегда свободным Понятно И вновь две категории На выбор Ну Что получим И насекомые Насекомые Тебе ближе насекомые? Да Мы выбираем насекомые Насекомые Юрибек выбрал насекомых Поддержал Поддержал Что там получим? Категория насекомые И варианты ответа Три Одно уставляю То есть на два только ставим Четыре Четыре Пять Шесть Шесть Что же это? Сколько крыльев? Или глаз? Сколько глаз Давайте узнаем Что это? Если вам удастся Близко рассмотреть пчелу Сколько глаз Вы у нее обнаружите? Четыре Пять Или шесть Есть варианты? Ну скорее всего Прея пошло Не пять А может быть Как центральная А четыре Так что ли? Да Четыре Но не шесть Точно не шесть? Да Либо четыре Либо пять Ну ты куда больше склоняешься? Четыре? Или половинем? Так, подожди Раз, два, три, четыре, пять Если вы сомневаетесь Я вам рекомендую Отложить деньги по люкам Пять Давай так попробуем Пять Раз, два, три, четыре Нет Раз, два, три, четыре Пять, шесть Осталось двадцать пять секунд Осталось двадцать пять секунд Не обнаружите Давай так оставим Сколько еще? Согласен? Ну давай Я даже потому что Не могу сказать Пять Десять секунд И Ну не шесть Это точно И может быть четыре Перекину тебя Остань Нет, так оставляю Время вышло Интересный вопрос Тебе, скажите А вы когда-нибудь близко Видели пчелу? Близко? Ну, наверное Когда она меня ужалила Она вас ужалила в глаз? Нет Нет Я ее просто поймал Когда она меня жалила Ну вы довольно уверенно Так считали Вот как-то вот так вот Ну, наверное На картинке где-то вот В голове осталось Может быть видел Вы доверяете вашей картинке Потому что вы Я доверяю интуиции Отдали варианту пять В данном случае Восемь миллионов тенге И только два Миллиона тенге Варианту четыре Согласен Шестненько Ну, наверное Ну что же Давайте проверим Насколько была сильна Картинка в голове У Ребекка Его интуиция Давайте Ну, не шесть Пять Ты прав Пять Ну, сначала Была такая идея Что Ну Даже не знаю Шесть же не может быть, Лен Пять Пять Должно быть пять Не четыре Не четыре Пять И вы теряете два миллиона тенге Да Либо все сейчас, либо ничего Пять Шесть или пять глаз у пчелы Восемь миллионов Или вы покидаете нашу игру Вы же этого не хотите Это мы узнаем после рекламы В эфире шоу 40 миллионов тенге В эфире шоу 40 миллионов тенге Генеральный спонсор программы Казкомерсбанк Вам срочно нужны деньги? В Казкоме вы можете получить экспресс-кредиты до 2 миллионов тенге Экспресс-кредиты Быстрые деньги от Казкома Ну а мы продолжаем И у меня в студии Куребек и Аскар Которые пытаются посчитать количество глаз у пчелы Отвечая на вопрос Если вам удастся близко рассмотреть пчелу Сколько глаз у нее обнаружите? Пять или шесть? Восемь миллионов тенге? Или ничего? Водей, глаз можешь один, но у нее как-то нет Нет, ну глаз один Ну, ну Я ее даже увидел Сколько глаз? Ну, как смотри Здесь, может, 3-3 кажется? Может быть, что 3-3 кажется? Я вас поздравляю Восемь миллионов тенге Ваши, вы берите ваши деньги На самом деле пчелы Пять глаз Два ложных Восемь ложных По бокам И три на певе У вас какое-то вот микроскопическое зрение Вы вот на таком расстоянии Смогли разглядеть вот эту схему И эта картинка у вас глубоко отложилась Она отложилась в сознании Ну что же, это похвально А сейчас я обращаюсь к нашим телезрителям Хотите играть вместе с нами Присоединяйтесь к смс-игре Шоу 40 миллионов тенге Для этого зарегистрируйтесь Отправив смс текстом старт На короткий номер 830 И примите участие в викторине Параллельно с участниками в студии У вас осталось три Всего лишь три вопроса И целый 8 миллионов тенге Турбек Аскар Я знаю, что вы часто смотрите Интеллектуальные викторины Вот прямо вот Отгадываете Это, наверное, даже отец больше увлекается Я так по возможности тоже Да Но каково это вот Лежа на диване отгадывать правильный ответ Или находиться здесь в реальных условиях Однозначно дома намного легче, чем здесь А, итак, у нас впереди Следующий вопрос И две категории на выбор Робби Уильямс И имена Ну что, однозначно имена? Ну что же Категория имена И теперь три варианта ответа Линкольн Вашингтон Никсон Все президенты США Бывшие Датчик Датчик Вопрос У какого из этих президентов США Библейское имя? Авраам Библейское имя? Да, конечно Так Джордж Вашингтон Время пошло Нет Нет Никсон Никсон не помню Ну я думаю Авраам Однозначно Полностью Знаю Хотя Никсона имя не помню Не будем подстраховываться Давай, да Авраам, я думаю Куда более библейское имя? Ва-банк Можно останавливать Итак, мы останавливаем таймер Ну в этот раз Ва-банк Пошел Аскар Да Вы его поддержали? Да Вы доверяете своему сыну? Конечно Хотя вы не знаете имя Никсона Джек Никсон Джек Никсон Нет Нет, что-то по-другому как-то было То Джек Николсон, наверное Вы не выбрали Его здесь нет Мне кажется, Авраам Куда более библейское имя может быть Давайте узнаем Что думает на этот счет Наш компьютер Ну а что? Никсон вспомнил Нет Нет, ну явно Ну Авраам Это библейское имя? Конечно Правильно? Конечно Тогда что мы? Да Джордж ваш Джордж точно не библейский Нет, мы правильно поступили Авраам Уверен? Я уверен Это уже радует Это не Джордж ваш Как я его забыл? Но вы потом скажете, как его зовут, да? Давай Я вас поздравляю Выгрызте ваши деньги Хорошего вам будет Дай, друзья Их его звали Ричард Ричард Итак Два вопроса осталось И 8 миллионов Деньги Практически ваши А я надеюсь, что вы сможете Деньги эти до финала пронести Но вопрос в том В какой из домов Эта сумма пойдет Как вы будете делить? Да я думаю, мы делить не будем Мы их просто вместе потратим И все Понятно А на что хотите потратить Такие деньги? Ну вот он уже говорил Ну вот уже не 40 миллионов Ну да, как бы уже 8 Значит на четверть На четверть Начнем с Европы На одну пятую часть Да, да, да Но в какую часть Света хотели бы отправиться Вот в первую очередь? Что-нибудь экзотическое, наверное Ну, наверное, в Бразилию На карнавал Ну что же, я надеюсь, что вы сможете Хорошего погулять На бразильском фестивале И что же, мы продолжаем И вновь две категории на выбор Шахматы и температура Это больше по твоей части Оба вопроса Ну да, и шахматы, и температура В общем-то, по моей части Что тебе ближе? Ближе, наверное, температура Температура Выбираем температуру Итак, категория Температура Да И три варианта ответа 41 градус Фаренгейта Фаренгейт 4 градуса Реамюра 258 градусов Кельвина Знаю Кельвина Знаю Фаренгейта Вопрос Какие показания термометра Заставят вас одеться позеплее? Давай еще раз посмотрим По Фаренгейту Время пошло Это уже прохладненько 41 градус Кельвина 370 лет Это у нас получается 16 Реамюра я не знаю сколько Ну давай по это подстрахуемся Если вы не уверены в ответе Просто деть деньги по люкам Это седьмой вопрос игры Так, давай, знаешь что? Ставь на Реамюра Я совершенно не знаю Кельвин сколько? Больше? Это будет плюсовая температура Где? Кельвина? Кельвина, да И что? Давай Фаренгейт поставь Куда у вас 20 секунд? Давай Скельвина убираем Фаренгейт Это Думаю Не так-то и холодно Я вот так Давай пополам Я не знаю Я не знаю 5 секунд Это будет порядок Время вышло Да Я не помню Реамюра Совершенно 4 миллиона тенге На варианте На варианте 41 градус Фаренгейта И 4 миллиона тенге На варианте 4 градуса Реамюра Да Скорее всего Реамюра Не помню В последний момент Турбек приложил деньги Из Кельвина На Фаренгейт На Фаренгейт Будучи ответственным За этот вопрос Потому что именно он Выбрал категорию Не стало ли этот выбор Таковым? Давайте узнаем О чем? Не знаю Открывайся Вот это сейчас откроется Было бы хорошо Но ее в последнюю очередь Откроют Ну в смысле Когда будет угадывать Реамюра Реамюра Вы теряете 4 миллиона тенге На 4 градусах Реамюра Но это не Кельвин Это Фаренгейт Ты знаешь Это очень тепло Они равны 5 градусам Цельсия Да 5 градусам Цельсия Так Кельвин Фаренгейт Это уже выше 5 градусов Цельсия А Точно Это Кельвин Наверное Нет, не Кельвин В американских машинах Все в Фаренгейтах Ну да Но так это тогда будет Кельвин Потому что Если 4 градуса ремюра Это 5 градусов Цельсия Мало как долго Ну-ка Думал, что надо было Ставить Фаренгейт и Кельвин Да Продолжение следует... Весь особыстный... Весь особыстный... Один... Один... Ну ладно... 41 градус Фаренгейта Также равняется 5 градусам Цельсия А вот 258 градусов Кельвина Равняется Минус 15 градусам По Цельсию Ничего страшного Было очень интересно играть Обидно проиграть Обидно, когда уже в шаге остаешься Оскар... Более того, Оскар начал правильно рассуждать Уже вот когда... По машине Первый люк открылся Я просто не знал Сколько градусов здесь Что соответствует По Фаренгейтам Чисто по американским машинам Можно было как-то сориентироваться Но Ничего страшного Но вы могли с помощью логики Победить в нашей игре И вы были так близки к победе Как никто другой Время давит Минута Мне очень жаль, что вы уходите Спасибо вам за эту интересную игру Я желаю вам успехов, просветания И огромный привет вашей большой, любящей Самое главное вас, семье Спасибо за игру Спасибо вам Спасибо 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 Мин студия Безумфелесы Уиншларды Шахрамы Марина Мин Лариса Двердерне Елене Мин Телин Марина Пятер Алудар Мандайта А Лариса Былся Голандия Шелькермен Курша Жасалга Бармакши Здравствуйте Лариса Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Марина Добрый вечер Добрый день Первый вопрос Вы сноха из Оловка Да То есть вы другу кто? Я Подробнее Я сестра ее мужа Старшая сестра моего мужа Старшая сестра вашего мужа Моего мужа Скажите Вы часто ссоритесь? Нет, абсолютно Да В принципе у меня четыре брата Четыре снохи Но могу вам сказать честно У меня только дружба с одной А, все-таки это исключение исправил Мы исключение исправила Мы исключение исправила Совсем Отлично Вы нам заранее сказали, что Мужчины в доме вам нужны только для красоты То есть вы все можете делать сами Абсолютно Например, что? Гвоздь прибить Винт вкрутить Мебель посинить Мужчина должен быть для красоты в доме Действительно На диване полежать В конце концов А у вас мужчины красивые на самом деле? Конечно Ну да Ну это так думают они или вы? Нет, это потому что они наши мужчины Да Поэтому они красивые Хорошо, а ваш мужчина умеет делать женскую работу? Конечно Без проблем То есть вот картошку чистят Посуду помыть Посуду помыть Да У нас нет ни патриархата, ни патриархата Мужей тут загнобили по полной программе Нет, у нас в принципе нормальные отношения хорошие Мы любим своих мужей Они любят нас Так, ну а главный вопрос в студии А кто деньги-то зарабатывает в семье? Судя по всему вы, раз вы здесь Ну да Это дополнительный заработок, скажем так А так обоюдно зарабатываем Повезло Вы можете меня принять в вашу семью? У вас есть еще одна сестра или там заловка? Нет Нет, точно вы, Дани Так Ну что же, мы об этом говорим после нашей программы Хорошо Перед вами 40 миллионов в тенге Подойдите к ним, не стесняйтесь Прямо Можно смелее это делать Потому что это уже ваши деньги Потрогайте их Изучите На что собираетесь потратить этот выигрыш? Ну мы пока не думали Так мы решили поделить пополам на две семьи Вот А так в принципе там определимся Деньги заработать просто А удержать их сложно Потому что появляется масса людей Которые попытаются помочь потратить их Вот мы попытаемся сейчас этих людей не допустить К этим деньгам А теперь правила нашей игры Мы будем задавать вопросы И вы будете делать ставки Отвечая на каждый из них Из восьми вопросов Вы должны расположить деньги по люкам Но так, чтобы один всегда оставался свободным Если вы сделаете неправильную ставку Вы увидите следующее А это были не наши деньги Их вернут сейчас? Нет, это были деньги наших инкассаторов Которых очень любят Смотрите Вы готовы? Готовы Итак, друзья Я, Марина и Лариса Начинаем шоу 40 миллионов тенге Первый вопрос И две категории на выбор Математика Мебель Ну, математики Я тоже не сильно Давай Ну, дважды два мы знаем А вот Давай мебель Давай Хотя под мебелью может быть тоже все что угодно Да Да, ждем Вопрос о мебели Мебель давайте Итак, я вас понял Категория мебель АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь четыре варианта ответа АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БИЛЬЯРДНЫ БИЛЬЯРДНЫ ОБЕДЕННЫ УЧИТЕЛЬСКИ ОПЕРАЦИОННЫ Даже предположить не могу Почему? Нет, почему? Это все название столов Столов Учительский стол, обеденный стол, бильярдный стол, операционный стол Только вот в чем суть подоплека вопроса В чем подвоз Давайте узнаем Какой стол в классическом варианте обтягивается зеленым сукном? Я знаю БИЛЬЯРДНЫ Мы можем сделать ставку? Время пошло Ты можешь сделать ставку Да, да, да Давай здесь с этой стороны Я иди помогать Давай Ну вообще по логике Насколько я помню Это бильярдный, да По моим друзьям Зайцевым Он вообще занимается бильярдом То это должно быть оно Ну операционный это однозначно Не зеленый, да Да, не зеленый, потому что там все-таки Ну учительский зеленый Тоже не может быть обеденный Накрываем клееночкой Учительский все время Только у нас коричневый какой-нибудь там Нет, его накрывают зеленым сукном Не важно, главное зеленый идет бильярдно Подожди, подожди-ка Накрывают или обивают? Обтягивается Бильярдный 15 секунд Все Мы готовы Я могу ставить таймер Мы же ставим таймер Да, ставим Все 40 миллионов тенге Вы ставите на бильярдный стол Ну потому что, во-первых, операционный стол Никогда не бывает зеленым Он бывает только белым И там идет антисептик Но он же не обивается И не обивается вообще То есть он, как правило, старается делать С железным или клеенкой обтягивается Белого цвета Учительский, деревянный не обивается? Учительский только Деревянный бывает Обеденный стол Бывают тоже разные Но они бывают дубовыми Сосновыми и так далее А бильярдный обтягивается зеленым сукном Логика вашего где-то понятна А правильная она или нет Мы узнаем сразу после рекламы В эфире шоу 40 миллионов тенге Генеральный спонсор программы Казкоммерсбанк Продолжим игру И у меня в гостях Сноха и заловка Марина и Лариса Которые, отвечая на вопрос Какой стол в классическом варианте Обтягивается зеленым сукном Пошли ва-банк И поставили все 40 миллионов тенге На вариант ответа Бильярдные А это только первый вопрос Нашей игры Давайте узнаем Правы они или нет Вот если что-то в классическом Обеденный классический стол Нет, обеденного классического стола Не может быть Обеденный классический стол Это всегда только стол Деревянный Хорошо, если не подразумевается Гостиной Ну, в гостиной тоже не может быть Поэтому обеденный он только бывает Только деревянный Думовый, сосновый Я надеюсь А учительский может покрыт быть Зеленым сукном Помнишь собрания? А, ты не помнишь? Советские времена были собрания Их покрывали зеленым или красным сукном Но их покрывали, не обтягивали А что говорят твои знакомые по бильярдам? Зеленым Точно Нет, они бывают красные и зеленые Красные и зеленые В основном зеленые Но они бывают еще и красные бильярдные столы Тут задали вопрос зеленый Давайте уже Я вас поздравляю, все деньги ваши Деньги не выдержали напряжение Я не кинулся вам навстречу буквально Забирайте, они все ваши Все можно за тобой Я вас не могу просто так отпустить У вас впереди еще 7 вопросов Итак, все готово? Да У вас впереди 7 вопросов И 40 миллионов тенге И мы переходим к следующему вопросу И вновь две категории на выбор Политика Морские животные Ну и Политика это что угодно, да? Нет, морские животные, скорее всего С морскими животными вообще Ну тоже Справится, по крайней мере, более Да, морские животные Морские животные Да Коллегиально, вы решили Да, морские животные Итак, категория Морские животные И варианты ответа Лангуст Лобстер Омар Лечной рак Все членостоноги и все ракообразные Да, и как я ненавижу все эти морепродукты Все съедобные, сразу кушать хотелось Нет, ну ты моих родных-то не обижай И вопрос Кто не сможет цапнуть вас с плешней? Так Рак У рака есть Омар Омар, Омар И время пошло Так Лобстер Лангуст Что-то я слабо представление на шепоте Омар Омар Так Вечную раку отметаем Все, он может Он цапнуть может Лобстер, лангуст Омар Что делаем, делим? Делим Делим Только как делим? Все пора Лобстер Что из себя он представляет? Лобстер из себя представляет большого рака Ненавижу морепродукты Омар Вот не знаю с Омаром что Не помню как он выглядит Осталось 20 секунд Да, давай уже Ай Раз ты говоришь с большой плешней Значит он может цапнуть Осталось 10 секунд Нет, давай-ка вот сюда Давай-ка просто грешусь Лишню, если ты не ошибаешься Не знаю Побольше Время вышло Да Вот тебе и морские золотые Давайте посчитаем На лангуст Вы поставили 16 миллионов тенге Лобстеру досталось 11 миллионов тенге И Омар получил 13 миллионов тенге Ну ваши первые деньги полетят сейчас вниз Да Вы неоднократно говорили что Морские животные это ваши родственники Не обижайте их, не трогайте их Что вы имели ввиду? Я рак под знаку зодиака А, это все ваши близкие друзья и родственники Заловки здесь тоже есть? Наверное, да Снохи, заловки Нет, заловок у меня нет У меня есть только снохи У меня только братья Сестерка Не вышла Ну что ж, давайте узнаем У кого из ваших родственников клешней нет Омар Омар Блин А ты не могла брать? Точно? По-моему А вот опять по-моему Я не уверена Я не уверена Ну и все, значит пусть стоит на трюк Это игра Угу Потому что кого-то режут А кого-то клешни лежат на тарелке А у кого-то это просто вот лапки Вот у кого из них И только две эти штучки дык А ладно уже Да ладно Ну давай уже Падайте уже откуда-нибудь Сейчас лангуст упадет Давай поставим Кто первый? Лангуст или амба? Лангуст? Ну что ж, давайте узнаем Лобстер или лангуст 16 или 11 миллионов тенге Останутся у вас Ну какая-то сумма уже точно останет 16 и 11 Останется 16 Наверное Ой, мамочка 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 Как же вот это долго Надо встать поближе и ловить 16 осталось Вы теряете 1 миллион в тенге Но по-прежнему 16 миллионов в тенге Ваши Заберите ваши деньги Спасибо С башиной спускаем деньги Итак, у вас осталось 6 вопросов И 16 миллионов в тенге Лариса Да А где познакомились Ваш брат, я так понимаю И его супруга Вы хотите просто мои знания проверить, да? И как они познакомились Просто интересно Интересно Как вы это контролируете или нет? Нет, ну я не контролировала Но когда он привел ее познакомиться со мной То есть и в принципе Как бы они рассказали о том Что они познакомились в магазине Так А как вам первые впечатления от Марины? От Марины? Сразу? Да Честно Честно, хорошие Нет, хорошие были впечатления сразу Потому что у меня был достаточно большой опыт Приема будущих жен Так Вот И в принципе По-разному были впечатления Были разные И будущие невесты И так далее Вот А от Марины Как-то сразу потеплело Итак, третий вопрос И две категории для вас Фамилии Или музыка Ну В чем, мадам, вы сильна? А ты в чем сильна? Да что там, что там Подвох может быть Фамилии может быть? Ну, фамилии Как мы знаем все популярные фамилии? Да нет же Может музыка? А музыка? Чайковский, Бах, Бетховен И так далее Угадай мелодию Не озвучат, надеюсь, музыку Ну и Фамилии? Музыка? Музыка? Давай, Маша, фамилии Фамилии Вы решили Вариант фамилии 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 Итак, категория выбрана И это фамилии Да А теперь четыре варианта ответа Мила Йович Выбран Хелен Мирон Хелен Хант Эшли Джат Очень удачно Это я знаю точно Этих двух нет Где имя, где фамилия Да И вопрос Какая из этих актрис Урожденная Елена Васильевна Миронова Вот так Приехали Время пошло Ты уверена? Куда ты все? Она россиянка Она бывшая Советская девочка Ты уверена? Уверена Она дочь России Это русской актрисы Которая сделала ей Карьеру В этом Ну я надеюсь Спасибо Лариса Какая из этих актрис Урожденная Елена Васильевна Миронова Она была Миронова Елена Васильевна Потом ее мать уехала Увезла ее в Америку Потом ее назвали Милой Милой Ну да Мила Йовович Ларис Нет Я читала про это И слышала интервью про нее И я не Это самое Я Милена Да не Урожденная Поздно Мы все поаплодируем Если мы как бы проиграли Ну что Все мы видели Насколько уверена Лариса Поставила все деньги На вариант Мила Йовович Будучи уверены В своей победе Только на 30 на 70 Ну 70 в плюсе 30 на минус Вот 30 можно же было Куда-то поставить Но тем не менее 30 Большой риск Потерять такие деньги Я их не знаю никого Они не могут быть российскими Я с ними не знакома Да Я с ними не знакома А с ней точно знакома Я даже знаю В каком первом фильме Снялась Мила Йовович Голубая лагуна Там она была уже милой Или все еще Она была уже милой Она стала сниматься В 14 лет Откуда такие познания Вы поклонница Мила Йовович Нет, я не поклонница Просто случайно Информация попалась На глаза И попалось Интервью ее мамы Вот И поэтому Как бы запомнилась Марина Вы всегда Заряжаетесь энергией Уверенности От Ларисы У вас было какое-то Свое мнение На этот вопрос Вот насчет этого вопроса Абсолютно нет Давайте узнаем Правильный ответ Ну, Ларис Как ты думаешь? Я думаю верно Это мило Да? Потому что Елена Милая Это будет второй шок В моей жизни После шашлыка Второй шок Будьте с третьего вопроса Ой, ё-моё Давай, давай Кто это? Элен Мирон Или Мила Йович Мы узнаем После рекламы Что вы видите? В эфире шоу 40 миллионов тенге Генеральный спонсор программы Казкоммерцбанк Продолжим игру У меня в гостях Лариса и Марина Которые отвечают на вопрос Какая из этих актрис Урожденная Елена Васильевна Миронова Они поставили все деньги На вариант Мила Йович Давайте узнаем Безбашенный Насколько Это был правильный выбор Понимаешь, дело в том, что Дело в том, что Не всегда Переприезд в Америку Сохраняется фамилия И имя Человека Ну, ты же сыграла По 30% Надо было Хоть рядышком Поставить Убейте меня Не буду я тебя убивать Что ж так долго? Ларис, ты гипнотизируешь? Угу Левитацию заказываю Ну, ну, ну Я даже смотрю Все Я спокойна Кто там делает такие звуки? Неужели вы Неужели вы могли сопоставить Звучание имени Английского и русского Хелен Мирон Елена Миронова Да Поздно Заметь Ну, ничего страшного Это в конце концов игра Мы приехали поиграть Вы видели когда-нибудь женщин Которые спокойно Так расшвыряли Сиронов Проиграла и поедут домой Я-то видел Но Мы не видели Мы теперь увидели Самое главное Проигрывать деньги Весело Я вас благодарю За эту яркую Великательную игру Я надеюсь, что Эта потеря денег Никак не скажется На ваших личных Ну и профессиональных отношениях Тем более Спасибо за игру Всего доброго До свидания Спасибо 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 Всего доброго На игровой площадке Всегда должно быть 40 миллионов Я прошу внести деньги Стуки Уважаемые зрители Стали известны Сутаты Сэмэс-векторин Имена победителей Вы можете уже найти В интернете На сайте 40millionshow.kz Наш эфир подошел к концу Но вы можете продолжить игру Для этого Отправьте Сэмэс-сообщение С текстом Старт 2 На короткий номер 830 Играет в течение всей Ведущей неделе Сыздермен былған 40 миллион тенге Шоу бақтарамасы Сыздер Кашан дауысы ақшанан Кайда жымсалатынын Білдіңіздер Енді қалай Оттапалудын Жолында біле сіздер Бір аптадансон Кейдескенше Аптарамасы Кейдескенше Білдіңіздер Продолжение следует...